Как я предполагаю, итогом того, что у Ставища оставаться все равно было немного опасно, не знали развития событий, часть людей во главе с Герасимом Кондратьевым, который я все-таки считаю, что мог быть не именно Ставищанином, а мог прийти вместе с Богданом Хмельницким как раз на битву, которая впоследствии называлась Дрежепольской. И, зная дорогу через Днепр, а пришел Богдан Хмельницкий именно с той стороны Днепра в Ставище, повел людей на новые земли, так называемые Слободские земли, которые находились на левой стороне Днепра. Так как морозы в 1655 году были довольно кисельные, Днепр, по всей видимости, был замерзший. Через Днепр переправиться было зимой не так легко, было порядка девяти переходов в районе порогов. На реке Сумка был построен город Сумы. Город был построен по подобию Ставища. Если посмотреть внимательно, особенно старое описание старого города Сумы, то он был также поставлен на возвышенности, как я понимаю, также на левом берегу реки, и вообще многие вещи были похожи, взяты наподобие Ставища. То есть фактически в определенный промежуток времени он очень напоминал старое Ставище. Поэтому город Сумы можно считать в своем роде по 17 веку побративом Ставища, город, который повторял его. Продолжение следует...